Привет всем подписчикам моего канала! Сегодня речь пойдет опять о снегроходе Scandic WhiteTruck, 1997 года, 503 движок. Сегодня мы будем склепать колодки. Покажу как это все делается. Родная тормозная система стоит Brembo. Блин, вот такая штука. Тормозит офигенно, но к сожалению время делает свои как бы вещи и поэтому колодочки стираются. И у меня аж диск вот этот стал звенеть, потому что... потому что... потому что колодочки стерлись. Первым делом снимаем кожух ремня вариатора. Вот такие вот шпилечки вытаскиваются и все это штука у нас снимается. Далее вот здесь вот он у нас находится сам Тома. Вот эта тормозная машинка сама. И сейчас мы ее будем снимать. Для того чтобы ее снять, у нее с той стороны на коробке есть крепление и там под шестигранник. Сейчас скажу под какой. Так, там у нас шестигранник на 8. Пока откручиваю хочу сказать, что тормозная система. Вот у скандиков Lynx 5900 и он же был 6900. Скандик White Truck, Super White Truck. В общем-то то, с чего сделана наша Тайга. Тайги и тормоза совсем другие. Тут гидравлика брэмбовская стоит. Очень надежная, очень хорошая. Держит намертво. У Тайги же все там намного-намного проще. Поэтому, у кого снегерход Тайга там сделано не так. Можете не смотреть. Вот такие длинные болты стоят, держат суппорт. Их два. Сверху и снизу. В принципе доступ очень удобный. Все это откручивается в течение, тут я не знаю. Тридцати секунд. Второй болт. И вот тормоз мы сняли. Так, суппорт у нас двухпоршневой. Вот один поршень, вот второй поршень. Разбирается все это очень просто. Тут стоит вот такие вот шплинтики маленькие. Отверточки очень легко вытаскиваются. После того, как достали шплинтик, можно доставать вот эти направляющие, на которых стоят колодки. Так, после того, как достали направляющие, вот такая изогнутая штука, которая прижимает сами колодки. И второй также. Там их две направляющие. Достаем. И теперь достаем сами колодки. Сами колодки выглядят вот так. Вот посмотрите, на одной еще что-то есть. Вторая стерта просто до металла. Покажу, как разжатие тормозные цилиндры. Вот таким обычным ключом. Одну, потом вторую. Все. Видно, что у нас все это дело разжалось. Все. Теперь переходим к колодкам на стол и начинаем заниматься ими. Так, ну что про колодки. Вот эту колодку мы трогать не будем. Тут еще нормально видно миллиметра три, наверное, четыре есть накладки, поэтому накладываем ее в сторону. А вот эту колодку мы будем делать. Родные колодки стоят непомерных денег, плюс их надо заказывать. И что-то я посмотрел на Existe в районе 3200, если я не ошибаюсь, колодки, а не пара идут. Я заехал в автомагазин, купил вот эту колодку от Газели, если я не ошибаюсь, стоит 60 рублей. И купил заклепочки вот такие 5-миллиметровые. Стоят они по рублю каждая. Купил десяток на всякий пожарный. Так, ну и что, будем примерять и по толщине прям вообще ништяк Газели. То есть, сейчас отмерим. Все, вот такая колодочка у нас будет. Мы ее сейчас отпиливаем ножовочкой. Когда хотел зажать тиски, как-то она у меня сама поломалась и остался вот такой кусочек. Вот такой кусочек колодки у нас получился. Еще раз меряем. Теперь надо размерить дырочки. Ага, вот эти вот точки у нас оказались, это вклеенные колодки. Дайте-ка я их поковырнул молотком и стукнул. Вот так вот. Вот 4 пятака. Это у нас тоже колодка так держится, заводская оказывается. Так, так как эти дырки нам закрепить не получится, а тут очень большие отверстия в колодке, поэтому будем делать новое отверстие для заклепочек. И вот видно отпечаток от того, как давит поршень у нас. То есть, надо нам от поршня, чтобы не мешали. То есть, вот сюда где-то сторонку отступаем. Сначала керним, потом будем сверлить. Просверлил два отверстия пятерочных. Поскольку вот эта первая колодка, которую я просверлил, как-то тут не особо. Во-первых, дырки, во-вторых, скос у нее такой. Поэтому сделал новую колодочку. Вот так вот мы ее сюда приладим. Все, размечаем. Дырочки я уже разметил. Теперь надо колодочку засверлить. Родные клепки не хватает, поэтому буду делать вот на такие. 4,8 на 16. Сверлим и приклепываем. Ну, готовчинка наша колодка. Просверлил дырочки отверстия пятеркой и сделал такие углубления на 9,5. Как раз заклепка влезает. Ничего мешать не будет. Теперь все это собираем и заклепываем. Вот и все. Финальный штрих. Осталось затянуть. Затягиваем вторую клепку. Вот и готова наша колодка. Вот так она легла. Это мы сейчас с молоточком пару раз уменьшим. Все, готовчинка. Вот такой толщины теперь стало. Ну что, приступаем к сборке. Толстой вот этой нашей клепаной колодкой будем ставить в сторону двигателя, так как сюда больше. Так, колодки вставляем через верх. Вот так. Сразу же вот эту направляющую вставляем. Короткую. Можно сразу ставить шплинтик. В направляющую вот здесь есть отверстие. Вот оно, совсем маленькое такое. В него вставляем шплинтик. Все, это у нас часть готова. Вставляем вот эту держатель из колодок. Вставляем вторую направляющую. Так, на второй направляющей аналогично есть дырочка, куда вставляется точно так же вот этот шплинтик такой вот. Все, теперь одеваем на диск. И наши два болтика. В общем-то снимать здесь больше нечего. Хочу показать вот как встали колодки. Вот так. Светленько. Это наша новая. Все, прикручиваем суппорт. Он у меня еще болтается, поскольку не прикрутил. Одеваем кожух. И все. Несколько раз нажимаем на тормоза, дабы прокачать это все дело. Все, и пользуемся. Вся брат. ам. Восстания обмывание. Зatal. Все. Все.